дешевые роллы и дорогие роллы монетки у нас нету так что мы кидаем в приложухе и я выбираю орла решка то даем решка выпала ну хорошо хоть пересаживаться не надо на плюсы да я вообще знал я типа и изначально был настроен на вот эти роллы приятного просмотра приятного китае сегодня мы читаем вопросы ваши вопросы нам и задумывались ли вы поменять свой стиль первый вопрос меня стиля вообще не знаю нету я просто выбираю то что мне нравится это мой стиль и все определенного нету не моменте может нравиться одно моменте другое моменте нефть рассказал в моменте что-то из классики поэтому мы не думаем и дальше или состояли вы когда-нибудь какой-нибудь субкультуре у меня по жизни было много друзей которые состояли где-то и паша скинхеды правые там левые кто угодно были там националисты и паркуристы мне вообще было это неинтересно я просто с ними гулял общался мне все куда-то пытались заманить чтобы типа тусоваться жестко движухи но мне этого достаточно что мы просто общаемся гуляли прям определять себя какой-то субкультуре говорит там я такой-то я там за такие правила такие понятия не не это не интересно похоже с пашиной скинхедов у меня не было но там до свои приколы были и скейтеры там еще какие-то также общался с какими-то людьми потому что просто общался не потому что там из-за этой движухи но так никуда мне не интересно не надо мне там какое ваше любимое аниме было было много аниме которые стрел они мне нравились но прям нету одного которое жестко люблю они мне все нравятся по-своему ну наверно песен там взять так жестко подумать все критерии наверно one piece он берет тем то что там жесткий сюжет жестко столько столько линий сюжетных но интересно там проработано все много серий это большой плюс потому что смотришь ты со любимым аниме там двадцать серий и что ты будешь там не вспоминайте плакай он писи до сих пор серии уходит на зовут топ-3 аниме наверно каких-то one piece код гиас код гиас не знаю извращение крутой учили они звуком а боксер какой-то там ты смотрел ну первый шаг прикольно аниме про бокс есть популярный аниме баки но нам ничего то но я его сотрел там есть прикол даже воск а там все такие брутальные но что-то как-то не супер интересно честно говоря я не проникся ну у меня наверное все попроще тетрадь смерти да я не говорю что прям топ-1 топ-1 но прикольно так как это одно из первых аниме с которыми я зашел когда-то там я смотрел наруто лет шесть назад когда еще в школе это было популярно а тогда one piece вообще учитель они звука там есть еще парочку сестричками и кстати когда начался делать аниме я начинал с артического жанра эти называется там типа как они цензура там нету никаких сцен типа 18 таких даме сиротиком и вот я начинал с этого смотреть мне учета так сильно нравилось я просто потом перешел на другие популярные аниме этот жанр мне надоел топ-3 аниме с этого жанра ну какая-то девушка сидит ну kiss x is прикольно связанный небом и больше я не вспомню даже потому что реально не я не вспомню демоны старшей школы что то такое но если не понравилось я сказал те то что мне больше нравится кроме последнего и запомнились будете ли вы снимать видосы больше на улице никогда в жизни но делая холодина шеи не выйду туда никогда во первых мы сделали студию для съемок мне удобнее снимать комфортнее если какой какой-то идея прикольная приходит мы с ними на улицу как с хэллоуинский видоса мы поехали поле застряли там на машине вообще но мы сняли видос потому что расскажем как это все было расскажи сейчас даже короче хэллоуинское видео во первых начнем с того что эти продукты мы ждали недели две это моя знакомая летала в ирландию я попросил купить потом у ничего переносилась там я не мог взять и в итоге в последний день прям перед видосом мы забрали него продукты эти поехали снимать поехали снимать возле пашного дома в лес поздно довольно было еще приезжаем примерно нашли точку расставились поставили столик штативы все типа вроде все отсняли окей но когда уезжать обратно у нас машина не заводится вот машина не заводится и там мы думали это из то что она чуть-чуть болоте стала там какой-то индикатор показывался и типа было довольно мокрое мы так стали и мы пытались с пашей вытолкать из болота но при этом фары работали и в салоне можно было включить свет то есть я думал аккумулятор сел но фары работают салоне свет включить можно короче мы так провозились и в итоге приехал пашин папа с друга мы нас вытащили на буксире и оказывается все-таки сел аккумулятор но почему когда мы пытались завести фары работали а машина не заводилась непонятно ну мы пробыли там часа два в темноте на холоде там было стрёмно реально и страшно да какие-то ветки хрустят все время куда кто-то подходит в этом медведь дам но мы живое вроде какие ощущения вы чувствуете заснятое новое видео и как вы решили снимать видосы над это и ну как мы решили снимать уже миллион раз брели миллион смотрите видео на миллион подписчиков на 100000 где-то там мы точно говорить как мы начали это все какое чувство мы испытываем видео снятие новое видео кайф потому что съемки закончились вау будет новое видео круто на весело и так как мы снимаем за раз несколько видим можно ничего не делать пару дней прокомментировать и вам нравится и сразу актив поднимается на канале новые комменты новые подписчики всем весело так что да кайф короче очень хорошо а вы девственники это мы отбирали вопросы или грамм к вам сотрю владик этот вопрос решил оставить мы вдвоем отбирали ну давай отвечай не я этот вопрос честно не помню так что отвечай на него ты мне интересно если ты решил оставить что ты хотел сказать когда я на самом деле когда увидел я тоже не помню ну вот давай давайте не на дышь вот даром он пересла на а то не слова это я все пересла ну тогда ну ладно нет а в чем вообще смысл задавать такие вопросы вы прикиньте владико кто-то чпок а ты ответь и вот потом они прикину ах . кладика ну мы вроде люди взрослые с личной жизнью все нормально так как часто вы травитесь едой которую едите хороший вопрос такой пойти по тематике ну короче в плане прям чтобы отравились ни разу типа ни разу но когда еда такая шум и как будто вот если мы сидим и отравимся мы кусаем вот так и чуть-чуть там все монтаж но не часто сейчас такая еда в основном сейчас еда нормально но типа в начале когда были трудные времена денег не было то да пришло приходилось снимать из дешевого всю еду тортильную которую мы кушаем мы кусаем и выплевываем и мы отравиться не можем нашим мы и они в длинном видео ни разу на видео длину нас вроде более-менее нормально сейчас и на раньше нам были пару видео где можно было реально умереть от отравления кстати у нас кока-колка еще дешевая у меня не зацените вообще же паша нашел я такую не видел а вот это кока-кола смарт ха-ха-ха у меня на вкус как имбирь как у меня коковала мерседес next question please кто твой биос в стрейкидс я чё там далек от этой темы этого кладику наверно чунгук дальше а кто еще там есть ну вообще чунгук это они это бить и а в стрейкис я никого не знаю но там есть еще чмин тэхён тэнтэсён и уладик да вы путешествовали если да то в каких странах каких странах бывали кстати отвечали на этот вопрос где был турция египет я был один день в германии проездом в словакии египет турция прага один день на проездом этом вышел чистого магазин один сказал зима зима и уехал на какое ваше видео по вашему мнению самое смешное некогда сотру видео смешное я наверно больше на свои видео там дня как я отыграл есть пару видео ну за которыми не стыдно что ли скажу нормальным видео я так не вспомню касается не видосом как конкретных моментов вот неугарно как ты недавно типа вот кушал суши вот в конце у тебя пузо вот и так встал вот это смешной момент респект прям чтобы весь видос самый самый смешной нет кажется просто иногда вот моментами реально смешно но они это не знаешь что значит все видео смешно из-за этого момента это касается каких-то конкретных моментов там где на монтаже это могут спавши монтируем и просто угораем с этого и типа такие да вот это прикольно на самый смешной это монтаж ой сколько мы там могли еще приколов смонтировать на которой не вышло жалко что не назад посадили бы тому бы уже давно бы на канала не мы сидели бы в психушке снимали видео что-то в детстве там все мог придумать какие-то мог бы придумать ответ на такой вопрос но сейчас я не верю в такое on it i don't like it паранормальным тонн на рождение это вообще анриэл шанс того родиться а так не знаю мне просто самоотношение к этому всему паранормальному такое ну типа что за херня если там реально какой-то бред там он еще инопланетяне какие-то это еще там понятно теория дает можно дать и жизнь во все остальное там привидение вот эта вся шляпа не этом что-то себе может нам придумал детстве но такая же на реальность куда страшнее вообще страшно было паранормально на работу ходить помнишь кого смотрите на твиче шарите за шпану это какой-то наверно склад твиче но я реально не знаю я может быть знаю их но я не знаю как этот складно же называется вот так может что-то попадалось нарезки в тик токе прям что мы смотрели не отвечал все редко заходим так полистать что вообще там есть ничего интересного и выйти прям что мы сидели смотрели пока до кого-то чувака ноу-ноу мы смотрим как для себя вот как человек там камеру ставит как он там говорит типа для себя что-то взять они просто здесь посмотреть стрим все-таки youtube нам ближе чем тричь сейчас второй вопрос у пары будут ли появляться видео шорцах женщины если что с ним взять они же но объясни как его смешно сказать и не поймут не нашу сказать смешно женщина может появиться если это будет кто-то коллаб с блогерши или кукинг коллаб там уже все что угодно эти можно аниме снять всякое аниме ну на какое место вы выбрали самое теплое или самое холодное а одно из ну да да не теплое как бы там не было но тепло терпеть тоже неприятно но холод неприятнее намного мне кажется не тепло прям все все тратить вообще на все отвратительно да когда те жарко тупо сушит воды хочешь когда холодно вообще не имеют конечности ничего не можешь как час если у вас менеджер был нас менеджер наш друг но он там устал но менеджерам всегда был я типа на стен на этом аккаунте менеджером телеграме там канале ссылка не был ну да наши друзья основном банят в телеге там то что не надо писать в чате людей банят но один друг устал это все делать ну что я этим заниматься мне лень столько банит людей нас там забанено где-то тысячи человек да я не смотрю я не знаю что но около 1000 может больше короче так как не лень это все банить у нас был гонек и он потом устал и мы его не заставляли он сам хотел так что был сейчас вроде есть вроде нет на него на что учились коре какой самый любимый предмет плохо учился не ходил прогулял любимый предмет перемена таряна ну школа нудная у меня было мнением не было интересно право моя школа не заинтересовала меня в обучении во первых ты сколько школа бы я был в четырех школах я менял много школ потому что мы переезжали ни одна не заинтересовала или они наверное сам подход к обучению не не супер интересным а вот им к была школа сам веселая в плане не уроков а внутри еще вы там мутили я менял школы с 1 по 4 класс типа в первом классе в одной школе во втором другой то есть я там особо ничего не понимаю все что происходит так что ну да можно не спрашивать и типа в четвертом где в нашу попал вает там остался я не знал что это было вот так у тебя вся младшая школа пришла в разные школы вообще там попаянный в детстве был тебя не один учителя в школе была кровать на которых спать на тихом часу вот это ты рассказывал да это школа была для мужиков с кроватью школа 17 с математическим уклоном какая у вас будет мечта когда вы достигнете большое число подписчиков и монетизации с ютуба станет больше но тут подписчиков и монетизации святого станет больше мечта когда много подписчиков много вот вопрос монетизации от этого зависит зависит от количества просмотра хоть у вас ноль подписчиков будет но видим будут все смотреть в это будете получать доход монет количество подписчики подписываться после просмотра ваших видео да потом они смотрят короче это такое ну какая вообще мечта чтобы вся моя семья кто ходит с такой же фамилии как я как минимум были финансово независимы но если прям вот ты говори вы говорите вот вопрос в том что очень много подписчиков много денег каждому по дому по айфону и по макбуку и все стримить все работать на суши монстров когда-то я скажу покупайте мерч суши монстров и суши заказывайте суши монстров не знаю далеко так сильно не заходил можно фантазировать мечтать что угодно тоже да я не то что не привык я не могу так рассказывать я хочу такую машину я хочу такую квартиру я там думал обо всем но это же дайте сделали пену меня и так сделано чтобы семья не нуждалась не на мне просто хочется сейчас раскачать это все всю эту движуху до нормального уровня и ни в чем себе не отказывать помогать другим другим помогать хочу помочь себе сначала чтоб я стоял на ногах крепко а потом уже другим помогать спасибо всем за просмотр лайки комментарии коронные паши на спасибо большое что досмотрели видео я вас всех люблю подписывайтесь ставьте лайки подписывайтесь телерам канала и на твич на все что хотите и любят целую пока пока